Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Извиняюсь за опоздание. Мы все равно начинаем наш традиционный рок-тор. Продолжаем, начинаем. Кто как. Значит, хорошо, дорогие друзья, все как раз все собираются сейчас. Многие на карантине, многие на своих местах. В воскресенье думают, что делать. Сейчас будем разбираться, что делать. Будем разбираться, да? Вот, подсвечники сзади. Итак, Саша Глухота. Добрая ранка, Загадича, Золя, Альтер Рэбе. Да, классно. Могила Альтер Рэбе. Такую жизнь пережил, тоже были всякие у него в жизни путешествия, потрясения, война. Война, он как раз спасался в это время от войны. Мировая война была тогда. Наполеон напал на Россию. Вообще на весь мир он напал, Наполеон. Представляете вообще, да? Наполеон собрался и говорит, все, сейчас мы всех захватим. Всех, говорит, Россию захватим, Англию захватим. Всех сказал, захватим. Яков Шатанин, шалом. Хан Ашамис, шалом. Всем доброе утро. И, значит, сейчас мы будем разбираться и с тем, что в мире творится с точки зрения Торы. И будем продолжать изучать притчи царя Соломона. Хорошо. Значит, первым делом, первым делом, как раз все собрались, первым делом давайте посмотрим, что нам говорит царь Соломон, что нам говорит Тора сегодня. Да, мы десятая глава, и мы как раз, я хочу остановиться более подробно на последнем отрывке, то, что мы вчера в пятницу изучали. Двадцать восьмой отрывок. Значит, всем здоровья, да, прежде всего желаю всем здоровья, чтобы была РФО Ашлама, всем, полное выздоровление всем, кто заболел. И чтобы те, кто здоровы, чтобы были еще больше здоровы, и я уверен, что сейчас все начнут заниматься более активно здоровьем, обливаться, дышать, ходить, бегать, чтобы был сильный иммунитет. Все, значит, сильный иммунитет, это сейчас тренд. Тренд начинается, да, вот Кристина Вениченко, она на шпагат садится, ей никакой вирус не страшен. Хорошо, значит, двадцать восьмой отрывок мы закончили в тот раз, но он очень, можно сказать, такой выдающийся отрывок, дающий очень большую силу, и я хочу на нем еще раз остановиться. Значит, десятая глава, двадцать восьмой отрывок звучит так. Тухелет садитим симха, надежда, надежда праведников радость, и тикват решаим туавет. Значит, надежда злодеев, она, туавет, это потеряется. Что это значит? Вот смотрите. Значит, есть, каждый человек живет, ну, первое, давайте разберемся, есть цадик праведник, есть злодей. Это два разных типажа людей, причем интересно, что Тора говорит, что можно перейти из одного типажа в другой за секунду. Представляете, какая интересная вещь. Из злодея в праведника можно перейти за секунду. Это все происходит в мышлении. Кто такой праведник? Тот, кто делает все, как велел Бог. Тот, кто идет по Торе, по повелению Бога. Вот Бог сказал, это добро, это зло, это делай, это не делай. И праведник, он идет во всем только потому, что сказал Бог, а не потому, что он хочет, ему кажется, сказали другие люди, выгодно, невыгодно. Он идет по жизни, по простой дороге, то, что сказал Бог. При этом он побеждает себя, побеждает себя свое злое начало, которое ему мешает. То, что есть у всех людей, внутреннее животное начало, зло начало, это называется такое внутреннее животное, на него надет интеллект. Дальше есть система, по которой человек живет, идеология. Если человек живет по божественной идеологии, во всем выбирая повеление Бога, то он называется цадик и праведник. Значит, кто такой злодей? Злодей это тот, который делает зло, то, что Бог сказал, это зло. Бывает, что, знаете как, например, когда какой-нибудь там, не дай Бог, педофил или соблазняет свою жертву, это выглядит как добро. Давай выпьем, давай покурим, а хочешь получить удовольствие, вот тебе наркотики. То есть, нельзя сказать, что человек может решать, что такое добро, что такое зло. Потому что в этом случае каждый себе то, что ему хочется, он назовет добро. Поэтому, значит, праведник это тот, кто делает то, что Бог сказал добром. Злодей это тот, кто делает то, что Бог назвал злом. В момент, когда злодей раскаивается и говорит, я буду только делать добро и искренне в сердце раскаивается, он может в этот момент стать как праведник. Он недолго может на этом удержаться, он может тут же упасть. Но именно переход вот в этот, это именно направление сердца человека, его намерение, куда он хочет двигаться. Это мы разобрались, кто такой праведник, кто такой злодей. Теперь 28 отрывок, он звучит так. Надежда праведников – радость. Что значит надежда праведников – радость? Причем используется слово надежда, тохелет. Это такая надежда краткосрочная, вот когда я уверен, что это будет. Вот я уверен, например, что я там, я не знаю, я уверен, что я сейчас проведу урок. Потому что я провожу урок, значит, я уверен, что я его проведу. Это вот краткосрочная надежда моя. То есть это наверняка. Теперь теква – это надежда, надежда такая, как мечта, долгосрочная. То есть я надеюсь, например, что скоро, в ближайший там максимум месяц, вся вот эта вот ситуация закончится и, наоборот, все будет к лучшему. Люди задумаются о том, что к чему надо стремиться, произойдет переоценка ценностей, духовность, здоровье. Простые, понятные ценности выйдут на первый план. Люди перестанут больше бегать за иллюзиями и так далее. Это моя надежда такая, долгосрочная. Теперь, теперь смотрите, что происходит. Значит, цадик, так как праведник, на что он надеется? Он надеется, его надежда, он хочет выполнять заповеди. Он хочет, чтобы у него в жизни все было очень просто. Бог сказал – делай, он делает. И он хочет выстроить свою жизнь просто вот, когда умер Равицкак Зильбер, Захар Цадик Леврахат, то есть велите праведник. Его сын выступал на похоронах, это как называется Эспет. И он говорил, вы знаете, я могу про папу сказать только одну вещь. У него в жизни был только один вопрос. Вот одна вещь его волновала и все, больше его ничего не волновало. И этот вопрос всегда был такой. Что Бог от меня хочет в этот момент? Все. Это был его единственный вопрос. И если он знал, а он знал заповеди, он знал Шелхана Рук, то есть он знал, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы человек выполнял заповеди, конкретно выполнял заповеди. Все написано в Торе, что надо делать, что не надо делать. Прямо прописано все вот так. И когда он выполнял волю Бога, он очень сильно радовался. Поэтому его, есть даже фильм про него сняли, называется фильм о счастливом человеке. Он был все время счастлив. То есть он настолько был счастливый вообще, это просто невероятно. То есть в любой ситуации он был счастливый. Теперь надежда злодеев потеряется. Что значит надежда злодеев потеряется? На что надеются злодеи? У злодеев есть только одна надежда. Злодеи, они променяли духовный рост служения Богу, заповеди. Они променяли на удовлетворение собственных того от вожделений. И на стремление к богатству и почету. То есть алчность и стремление доказать, что я лучше всех, я круче всех. И вожделения. То есть есть впервые, вот мы учили, что три вещи, которые человека выводят из этого мира. Что это за три вещи? Это кино, зависть, таова, вожделения и кого-то почет, стремление к почету. Теперь получается, что злодеи, они выстраивают себе воздушные замки. Они надеются на некоторые такие комбинации, крутят. Тот же Наполеон, которого мы вспомнили. Наполеон это яркий злодей. То есть это злодей, который уничтожил, убил сотни тысяч людей на то время, который принес несчастья миру колоссальные. Он был злодей. На что надеялся Наполеон? Он надеялся стать императором мира, захватить весь мир. Я буду самым крутым и так далее. Что с ним произошло? Его надежда, она разрушилась. То, что здесь написано. Надежда разрушилась. Его первый раз победили, сослали на остров Елена. Потом он с этого острова второй раз начал восстание. Опять он там докуда-то дошел. И его опять победили и сбросили. То есть его все надежды сдохли. И они исчезли. То, что написано Таавет. Значит, возьмем другого злодея. Например, тот же Дитлер, тот же Сталин. Чтобы стерлись их имена. Все их надежды, они стерлись. Ничего из того, что они планировали, у них не получилось. А праведник, он все время радуется. Теперь, что мы отсюда учим? Значит, мы отсюда можем изучить следующую вещь. Что нужно ставить себе краткосрочные цели и радоваться их выполнению. То есть конкретно, вот сделал цель. Красавчик, красавчик, красавчик. То есть нужно идти маленькими шагами. Никто не знает, что будет завтра. То есть я вам честно скажу. Вот сейчас вот эта сегодняшняя ситуация, она абсолютно, ну то есть абсолютно непонятно, куда она двинется. И можно говорить, что все будет хорошо. Можно. Можно говорить, что все будет нехорошо. Можно. Я считаю, что все будет хорошо. То есть как бы, но это тоже мало ли, что я считаю. То есть мир закрыт и так далее. То есть мы видим, что все рассуждения это воздушные замки. Но что я точно знаю, абсолютно точно. Что, например, цдака, она спасает от смерти. Что каждая заповедь там продлевает жизнь. Что добро, и это доказано, передоказано учеными, вообще прям передоказано. Что когда человек находится в позитивном эмоциональном состоянии, у него сильный иммунитет. Когда он боится, у него иммунитет падает. Все. Это понятно. Теперь каждый из нас может краткосрочно ничего не произошло. То есть жизнь, она как была, так и есть. И ты можешь спокойно себе разбить свой день, свой день, свою неделю на маленькие конкретные шаги. И каждый шаг делать много добра и избавиться от иллюзий. То есть чем кризис хорош, он избавляет от иллюзий. Он просто, вот, все иллюзии рушатся и показывается все, как оно есть. Все. Это был 28-й отрывок. Мы еще раз повторили то, чем закончили в прошлый раз. Да. Всем шалом. Теперь. 29-й отрывок. Написано так. Маос литом дерахашем. Маос это твердыня такая, защита. Там это человек, который, знаете, переводят это там в непорочный, простой. Вы знаете, там, я не знаю, как сказать на русском, там иштам. Яков был иштам. Про Якова, про Якова, про отца нашего, который был Исраэль, да, который получил первое имя Исраэль. Про него говорит Бог, что он был там. Там это простой и... Я бы сказал, это такой простой, да. То есть, простой у него нет никаких сложностей. Вот есть простая жизнь. Я, Бог, заповеди, все. Это называется простой человек. Теперь твердыня и защита для простого человека – путь Бога. То есть, он простой человек, у него нет никаких сильных размышлений и расчетов. Он говорит так, секундочку. То, что мне Бог сказал делать, Бог меня сохранит, Бог меня поддержит, все. То есть, у меня все в жизни. Я делаю свое, Бог делает свое, и у него нет никаких вот таких вот, знаете, там, как сказать. Когда человек в долгосрочной многоходовой комбинации, то у него очень энергия. Это все очень сложно. Я вам скажу простую вещь. Вот я преподаю ораторское мастерство уже 12-14 лет. И кто говорит лучше всех? Тот, кто не думает, что сказать. То есть, тот, кто не думает, что сказать, у него нет внутри постоянного диалога. Что я скажу? Как я скажу? Что про меня подумают? А если я скажу так, что будет вот так? А если я скажу, будет вот так? Все, кто начинают длинные расчеты, у них вообще пустая, слабая речь. Тот, кто говорит от своего сердца. Я расскажу, Дамир. Хорошо, в конце я расскажу. Тот, кто говорит от всего сердца напрямую. То, что внутри, то снаружи. У него очень сильная речь. Сильная, откровенная. Слова, выходящие из сердца, заходят в сердца. То же самое в жизни. Тот, кто там, то настоящий. Там это такое простое настоящее. Что внутри, то снаружи. Для него Бог, путь Бога, это твердыня. То есть, ему все, что Бог делает, он уверен в себе, уверен в Боге, все будет хорошо. У Махита, Лепуэль, Авен. И тот же самый путь Бога, та же самая ситуация, она является сокрушением для тех, кто делает зло. Грех делает зло. Все. То есть, любая встряска, она показывает мощность системы. Вот, любой кризис, любая встряска, даже мы возьмем эту болезнь. Вы знаете, ведь если мы посмотрим на статистику тех, кто умирает, умирают, к сожалению, к большому сожалению, умирают пожилые люди. За 80 больные, которые, вот я смотрел BBC, специально мне было интересно посмотреть новости BBC, английские новости. Они говорят, вот за прошлый год, не за прошлый год, за прошлый день в Англии умерло 10 человек. 8 из них, это были мужчины, старше 80 лет, больные хроническими, неизлечимыми болезнями. И двое были моложе 80 лет, но тоже болезнями болезнями. То есть, что получается? Встряска, она, она, понятное дело, что если система была слабая, эта система рушится. Всех очень жалко и так далее. Но любой кризис, любая стряска, она нужна человеку и системе для переоценки ценностей, для понимания, что в жизни важно. И всегда ломается то, что слабое. И видно сразу, в какой стране сильная система здравоохранения, в какой слабая. В какой семье люди, они, в какой семье или стране, люди дисциплинированные и выполняют указания, в какой нет. И так далее. Видна там сила правительства. Все становится видно. Когда наступает экономический кризис, видно, что было надутым пузырем, который, иллюзия, который лопается. А что было настоящее, которое никак не пострадало. И кризис, это как раз момент, когда все хорошо, человек не думает о том, что надо заниматься спортом, надо как-то радоваться близких. То есть, в каких-то иллюзиях, в каких-то полетах, мысли, завтра, потом. Кризис, оп, и человек понимает, что кроме близких у него никого нет. И никто ему не поможет. То есть, близкие люди, родственники, это его единственные люди, которые ему помогут. Кроме того, что у него есть в реальности, у него все эти иллюзии, ничего нет, никого нет. Все долгосрочные планы рушатся. Все вот эти вот индустрии развлечений, надутая шумиха, что надо ездить, путешествовать, надо смотреть. Это все надутая, это вся туристическая история. Все сразу рушится, остается только настоящая семья, развитие. Те, для кого жизнь была, спорт, развитие, семья. Не пострадали. Как они занимались спортом, так они занимаются. Как они занимались семьей, так они и занимаются. Как они учились спокойненько онлайн, книги, так они спокойненько онлайн учатся и ничего их не трогают. Как они зарабатывали себе своим, как сказать, трудом свои деньги и не тратили на всю эту иллюзию. Так они и не тратят на всю эту иллюзию и нормально живут. То есть, та система, которая была построена правильно, она не ломается. Есть прекрасная книга, Нисим Талиб, называется «Ониленность». Важно действительно выстраивать себя, чтобы не быть хрупким. Все гонятся за иллюзиями, за какими-то там амбициями, за какими-то сверх впечатлениями. Все в этом мире очень просто. И написано так, что «Путь Бога» – это 29-й отрывок. «Маос литам де рахашем». То есть, «Путь Бога» – он защита и твердыня для человека простого. И сокрушение для тех, кто живет неправильно и идут не в ту сторону. И 30-й отрывок очень оптимистичный. «Цадик льолам бали мод». То есть, «Праведник, он на вечность никогда не споткнется». «Им лой и шкну». «Им не унаследует землю». Это есть здесь два значения. Есть значение, которое говорит, что человек вообще, в принципе, это духовное существо, душа, которая живет в биоскафандре. Есть биоскафандр, есть духовная часть, которая является основной. И есть человек, который запрограммирован обществом и окружающей средой. Это некая такая, как вот фильм программируется в компьютере. Также у каждого из нас в голове есть некий фильм, что мир, кто такой я. И этот фильм – это как в компьютере, нет же фильмов живого. Есть просто некий там код, который на экран выводит картинку. Также у человека в голове то же самое. Есть внешняя информация, которая зашла в мозг. И у каждого внутри такая есть модель мира, как матрица. Теперь от того, кем ты себя считаешь, зависит, куда ты двигаешься. И человек духовный, он говорит, я – это душа, это биоскафандр, интеллект – это компьютер. И он себе спокойно двигается в сторону вечности. Теперь тот человек, который живет по системе, по идеологии, по модели мира божественной, он называется праведник. То есть все живут в придуманном мире. Атеисты живут в придуманном мире, в котором у них идол – это Дарвин, и там какой-нибудь ученый Хопкинс. Религиозные люди, они живут в виртуальном мире, ничем не отличается мир веры атеиста от мира веры религиозного человека. Они просто верят в разные вещи. Их модель мира держится как на клею на их вере, только религиозный человек, он называется цадик, если он выполняет предписание, которое Бог сказал, и написано про него, сказал царь Соломон, что праведник навсегда верно не споткнется. То есть ему все хорошо, мы до этого учили, что он всегда рад. Я вам расскажу историю короткую. Равицкий Зильбер, упомянут праведник добру, он убежал из Казани, потому что его хотели посадить в тюрьму КГБ, за то, что он был религиозный человек. Тогда захватили власть вот эти вот бандиты-преступники, и он вынужден был из-за того, что он оставался религиозным, бежать в Таштент, чтобы там соблюдать заповеди. Потом к нему присоединилась его семья, и он жил в Таштенте. И вот в Таштенте были еще другие религиозные люди, и как бы с одним религиозным брестовским хасидом, они переносили святые книги с одного места в другое, что-то они делали. И, значит, что получается? Этот хасид Бресловский, он упал и разбил ногу до крови. И он разбил ногу до крови, он вскочил и начал танцевать. Начал танцевать и радоваться. Говорит, класс вообще. Почему он так радовался? Есть, когда человек делает то, что называется грех, то у него есть... Бог же он любит, он хочет, чтобы каждый дошел до вечности. Это как игра такая. Но эту вечность надо заработать, как компьютерная игра. И когда человек делает грехи... Грех – это когда он нарушает правила игры, которые установил Бог, создатель игры. И когда человек делает грех, дальше, если он раскаялся, он внутри... Все равно же это все виртуально. Он говорит, эх, жалко, что я тогда сделал грех, жалко. И он так страдает, переживает. И он оп, стер этот грех. То есть это называется раскаяние. Но есть такие грехи, которые так легко не сотрешь. И для того, чтобы полностью стереть след как бы этого греха, то человек здесь получает страдания. И этот хасид, он радовался, что он сейчас получил страдания. Он знал, что это страдания от Бога. Так как он выполнял заповедь. Он как выполнял заповедь. И в этот момент он понял, что то страдание, которое он получил, ему стирает какой-то... И он из-за этого радовался, танцевал и все. Теперь, значит, садик, который знает точно, что он с Богом как одно целое. Он во всем все время думает, что Бог сказал, как Бог сказал, как делать, как делать. Он никогда не споткнется. Почему написано никогда? Это имеется в виду на вечность. Потому что он уже живет в вечности. Он даже находясь в этом мире, он живет в вечности. Теперь злодеи, они не будут, не унаследуют ложечки, ну, не будут они жить на земле. Злодей даже здесь, когда он живет, он все время боится, он все время волнуется. Он делает зло, потому что он понимает, что у него нет никакого продолжения. Это раз. У него вечности нет. Но и в этом мире он все время боится. Тот, кто делает зло, он же понимает, что это же бумеранг. То есть ты делаешь зло, на тебя сразу же мир начинает катить обратно. Он пошел войной на мир, его мир стер. Гитлер, чтобы стерлось его имя, пошел на мир войной, его мир стер. То есть любого злодея мир стирает и в физическом плане, а в духовном у них ничего не было, они сами себя стирают. Все, давайте подведем итог. Тот, кто служит Богу, он радуется. Кто радуется, ему и здесь хорошо, и там будет хорошо. Все, это вот такой простой итог. Теперь ситуация, которая происходит, она в принципе, это встряска системе. После опасности нет никакой особенной. То есть опасность не больше, чем была вчера и позавчера. Психологически это огромная сейчас идет встряска для мира, для каждого человека. И дай Бог, чтобы мы вышли из этой встряски более религиозными, более умными, более добрыми, более спокойными. И чтобы мы каждый день просто были заняты тем, чтобы выполнять заповеди Бога, заниматься спортом. То есть свой скафандр держать в хорошем состоянии. И не увлекаться чрезмерно всякими удовольствиями, вожделениями. Ну и естественно не делали греха. Все, удачи вам, успехов. Чтобы все были здоровы, чтобы выздоровели все больные. Чтобы вся эта история закончилась быстро. И чтобы эта встряска пошла всем нам на пользу. Психологически, физически, эмоционально и в первую очередь духовно. Потому что все, что происходит в этом мире, оно происходит причина в духовном мире и цель в духовном мире. То есть все, что здесь происходит, это отражение духовных процессов, которые все они ведут нас. Потому что конец как бы всех один. Это или ты живешь вечно, или твоя душа как луч, она заходит в другую. Личность, и она будет жить вечно. Все. Всем удачи, успехов. Хорошего дня. А, я обещал сказать структуру молитвы. Дамир уже несколько раз спрашивал структуру молитвы. Структура молитвы очень простая. Первое. Значит, если говорить по-простому. Это прославление того, кому ты молишься. То есть надо настроиться. Первое. Словами, Бог создатель, творец мира. И, значит, как я вообще, что стою перед тобой и могу с тобой разговаривать, осознавать, что ты есть. Это первое, кому ты молишься. То есть молиться надо создателю, хозяину мира, который создал мироздание и этим мирозданием управляет. И он источник всего. Он все. Все в разном проявлении. Он создатель, он творец и он хозяин мира. Это первая часть молитвы. Это прославление. Первая часть молитвы. Когда ты Бога говоришь, ты хозяин мира, а я кто? Царь Давид, царь Давид, великий царь Давид. Он про себя говорил. А кто я, он говорил. Я червяк, вообще не человек. То есть меня нет. Я просто набор каких-то желаний. Да, которые просто желания, инстинкты. И он говорит, но тем не менее, я тебя прошу. И он в основном просил царь Давид, псалмы из псалмы Давида. Он просил, у него было одно желание, приблизиться к Богу. Но тем не менее, он еще и просил уничтожить всех врагов Бога. И у него были еще какие-то просьбы тоже. У каждого из нас есть просьбы о здоровье, о близких, о деньгах, о благополучии. Чтобы не греть, чтобы в любви спросить надо все, что тебе нужно. Потому что, когда ты просишь, ты этим выражаешь свое намерение, что тебе это действительно нужно. А дальше. И в конце нужно благодарить за все, что уже Бог тебе дал. Спасибо за то, что я стою, могу говорить, за день, за семью, за здоровье. Есть руки, есть ноги, есть глаза, есть еда, есть вода, есть все. Спасибо, спасибо, спасибо. То есть нужно именно идти через благодарность. Как конкретно молиться? На портале ВАИКРа есть статьи на эту тему. Можно погуглить, набрать в гугле, как молиться. Можно набрать на сайте Талдот.ру, как молиться. Молитва еврейская. То есть я еврей, мы изучаем Тору. У нас очень все структурительно идет прямо от Бога, от Моисея. Если вы не еврей и вы смотрите эти уроки, то тоже почитайте, узнаете, как это все работает. Или я не хочу...